От Сахалина до самого Бреста, если на нашу страну посмотреть, в жизни всегда есть для подвига место, в жизни всегда есть, а что умирить? Александр Лукан. Девушка из белорусской деревни скромно в Москве на квартире жила и, занимаясь профессией древней, тихо мечтала о горстке бабла, чтобы хватило на домик у моря, где, наконец, она будет одна, где по ночам не храпят в коридоре и не плюют, перепивши вина. В доме, забывшей треугольной составой, не утопающей в море огней, девушка эта звалась Доброславой, Добрая Слава хотела ей. Разные гости водили там жалоб в поисках плотских забав и утех, но никого она не обижала, доброго сердца хватало на всех. Доброе сердце, упругие люли, нежный пушок на интимных местах, впрочем, одним не уверен, смогу ли я описать это чудо в стихах. Просто скажу, все, кто с нею бывали по одному или даже куртом, девушку Славу всегда подлевали. Мы не жалеем об этом потом. Словно родная сестра, а не шлюха, в чувствах своих не владея собой, Славочка нежно шептала им в ухо. Ты мой кахана, ласкава ты мой. Но средь гостей лишь один постоянник был героиня особенной нут. Шейха арабского младший племянник, горский еврей Рафаэль Зимбертуй. Для Зимбертупов он был необычен, и, как ни странно, с обоим хорошим. Мышцей накачан и взглядом напычен, чем-то со Стасом Михайловым сложен. Пел он не хуже Михайлова Стаса, струну у женской души теребя. Только не тенором пел он, а басом. Все в этом мире отдам для тебя. Но, к сожалению, в нашей столице, где развернуться нельзя ни хрена, Тесно мне слава, как в клеточке птицы, что для полета была рождена. Разве сравнится Москва с Абудами, где жемчугами блестят небеса? Русской, простой, неотесанной бабе даже не снилась такая краса. Дядя Саид Альмактум, между прочим, в этом Дубае влиятельный гус. Я ему даже сказал, слышь, короче, знаешь, что, дядя, я это, женюсь. Выбрал я, дядя, такую невесту круче, чем в дольче Кабана белье. Только Москва недостойное место для драгоценных достоинств ее. Да, дорогая, теперь я не парюсь, где мы с тобой будем жить, поживать. В лучшем отеле с названием «Парус» я закажу тебе пиво в кровати. Будет не жизнь у тебя, а халява. Каждое утро миллион алых роз. Все у тебя будет милая слава. Пальмы, перблюды, варенье, кокос. Море и брюлики в сорок каратов. Жаркое лето, в морозный январь. Но чтоб смотаться в Дубае обратно, дай на дорогу хотя бы касается. Нет, он ее не записывал в дуры, но понимал, что мечты о парше с тонкостью жертвенной женской натуры могут легко уживаться в душе. Грустно взглянув на бесстыжие рыло, слава сказала с волнением в крови. «Это косая, я на туфли копил, но потерплю ради нашей любви». Я только знал. Доброслава, родная, «Ты для меня мать Тереза, звезда. Я возвращусь 25 мая. Я не забуду тебя никогда». Рафик исчез на четыре недели. Слава пыталась остаться святой, но простыня на измятой постели так для нее и не стала фатой. Поздней весной, отдавая всю нежность гостю с густистой махнатостью рук, девушка Гелин протерла промежность и с прихожей услышала стук. «Кто-то пришел», — стрепнулась девица. «Ладно, че там, не парься, забудь». Гость неспеша почесал ягодицу и укусил доброславу за грудь. «Как он похож на любимого Рафа!» «Та же манера кусать засосок!» Девушка, вынув халатик из шкафа, чмокнула голову гостя висок. Выйдя на кухню с тревогой в сердце, слава рукой растрепала вихры. «Слухайте, девочки, до нас кто-то бьется, кто-то стукается у нашу дворы. Встань да открой!» Закудахтала клава с пирсингом в виде колечка в губе. «Че ты на жопе сидишь ты, как павел?» «Это твой дятел стучится к тебе!» «Нет, он не дятел. Он шейф, блядь, арабский. Нашей принцессе бриллианты привез. Приснула и хохотнула по-бабски рыжая людька по кличке Насовский. В дверь колотили могучие руки, словно стучали в лесу топоры. «Это милиция! Слышите, суки!» «То есть полиция! Будьте добры!» «Что же это, Робертс? Дзенки, родные! Там у меня аж полы хлопец лежит! Скажем, не там, что у нас выходные! Не истери, замолчи, Слава! Циц!» Дверь отвалилась. Пошел полицейский и проницательным взглядом сверля девушку Славу спросил Пашетинский. «Ну и кого вы там прячете, блядь?» «Я ни хова, ни ховаю там, дядя! Там почипаемый хлопец, жених!» «Ну он такой, вы хоть знаете, блядь!» «Вот, господа, полюбуйтесь на них!» В дверь завалились два юноши в куртках с камерой и диктофоном в руках. «Здравствуйте! Мы из программы «Дежурка!» «Коля, сними проститутку в штанах!» «Я тебе сейчас поснимаю, придурок!» «Профиль сниму, а потом и в анфас!» «Ты никогда не видал, как Акура корреспондентов втыкается в глаз?» «Люска, на трэп! Не надо скандалу!» «Слава, закрой свой, прости меня, рот!» «Мало стучали тебе поебалу Сява, Родрига, Бобона, Ашот!» «Вы, господин полицейский, зашли бы к этой святой четверть часа назад!» «Вы от стыда бы сгореть там могли бы!» «Там пять гандонов на люстре висят!» «Врешь, сучка Руда!» «Это неправда!» «Звоняй с собой!» «Тут я тут зарпел!» «На трэп расправа!» «Под обороной он, значит, с моей!» «В сторону глядь!» «За мной, ребята!» «Штурмом возьмем с негодяем постели!» «Выстрел раздался, и группа захвата с лестничной клетки вломилась в бордель!» «Вой был короткий, четыре минуты!» «Гость с кускистой мохнатостью рук взяли живьем, как он был необутым в презервативе из маленьких грехов!» «Порохом пахло на съемной квартире, дым по разбитому ползал стеклу, клавы и люсят дрожали в сортире, слава осталось лежать на полу!» «Серпик луны над бессмысленным миром гладил лучом окровавленный труп!» «В этот момент поднимался в квартиру горский еврей Рафаэль Зельбертруд!» «Девушка Сава уже не дышала!» «Он наклонился и, слез не тая, тихо шепнул!» «У кого что мешало?» «Милая, мама Тереза моя!» «Где?» «У кого я займу теперь денег?» «Он сокрушенно качал головой!» «Близилось лето, и был понедельник!» «Новый рассвет заступал над Москвой» «Близилось лето, и был понедельник!»